Максим, я играю на гитаре. Меня зовут Илья, я танцую и пою. Сколько лет у Лилукоя? Ну, если говорить серьезно, то вот нынешнему нашему составу всего год. А на какую музыку вы ориентировались, когда начали играть вот в этом стиле? Ну, ориентировались мы сначала на неоромантику и на такую лирическую музыку, но вот в последнее время что-то нам стало скучно с лирикой, и мы поэтому увлеклись модной танцевальной музыкой. Расскажите, пожалуйста, как у вас с концертами дела обстоят? Ну, последний месяц мы выступаем практически каждую неделю. А где? Ну, вот мы выступали в Дворце пионеров, в Оренских горах, но в таких концертах, сборных, с разными московскими группами. Как вот вы сами чувствуете, сколько у вас публики? Ну, на сегодняшний день с каждым нашим концертом, я могу сказать, что публике у нас все прибавляется и прибавляется, потому что вот в нашей последней программе всего практически три месяца. То, что вы делали у нас в студии, было с некоторыми элементами шоу такого сценического, а вот эти вещи кто придумывает? Они все рождаются, так скажем, спонтанно, потому что все это на сцене, у нас нет продуманного имиджа, все это вот как захотелось, так и повелось. Но вообще говоря, без продуманного имиджа странно рассчитывать сегодня на что-то. В нашей стране вообще странно рассчитывать, что что-либо продумано. Ну, все-таки кому подается? То есть вы думали о имидже? Ну, сейчас это абсолютно бесстильно. Мы хотели быть естественными. По-моему, это самый главный имидж, а быть естественным для зрителя. А что значит естественные? Ну, то есть, вот какие мы есть в жизни, такие мы должны быть на сцене, чтобы все это было реальность, вот такая существует. Искусство это ведь не реальность? Ну да, искусство не реальность, но смотря какой искусство, смотря как к этому подходить, мы реальным занимаемся. То, что вот... А если вы хотите нравиться, возможно, большему количеству людей, все равно вы должны что-то придумывать искусственное? Нет. Шоу-бизнес? Да, мы хотим нравиться, и в то же время, чтобы нам было в кайф. А все-таки почему Оля Лукоя? Оля Лукоя? Да в детстве сказок начитались. А на самом деле, очень интересно на русский язык переводится, это «Закрой глазки». Именно не «Закрой глаза», а «Закрой глазки». Очень такое странное название.